вот мы сегодня всем привет модернизировали нашу клетку для корлухи значит клетка стала в два раза больше обратите внимание что сделано значит во первых сделано перекладина видите сделано широкая перекладина чтоб сороке было удобно ходить не по маленькой жердочке что у нее руки но и сжимаются а вот такая вот перекладина была сделана обратите внимание она сверху намотана специальной бечевкой такой как для котов когти дралка и это бечевка двух цветов сорока различает цвета поэтому ей будет интересно по такой вот карлу сейчас удобно по ней ходить находиться до карлуша удобно теперь бассейн как обычно тут сделан что добавлено добавлен этот угловой камень видите вот кого как раз карла на него прыгнул значит этот угловой камень для чего сюда мы кладем еду то есть я вот когда здесь дуся или карл я сюда еду кладу птица его берет так готический с камня который привязан вот как как делали свое время викинги вот веревками привязан допустим наконечник копья вот карл его еще использует вот ему нравится зеленый цвет и он играется это для него как отдельная игрушка что еще сделано значит вот эта перекладина она здесь очень сильно укреплена карл куда ты подлетел очень сильно укреплена с двух сторон и с той стороны и с той стороны нитками затянута сорока очень такая птица любознательная и она по-любому будет пытаться вырвать выломать все это поэтому это все привязано прикручено теперь вставленного такая деревянная перекладина которая поддерживает эту дужку и кормушку поддерживает кормушка закреплена на специальный специальный пластиковый стяжкой вот теперь сделан второй камень такой же вот сюда кладется еда и птица будет ее есть камень также закреплен специальными нитками обратите внимание дальше здесь поставлена специальная качеля вот качелька которую карлу очень нравится она так качается карл и дуся увлекаются и видите видите она сразу он сразу карл начал ею играться ему нравится когда она качается это сделаны светодиоды это светодиодная пластиковая штука которая карлу нравится вот я ему даю она ему нравится видите да вот она качается карл за ней наблюдает так может целой части день головы за него или сам на ней катаешься вот 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 он с ней играется сзади сделаны цветы это чтобы туда дуся и карл могли прятать свои нычки там щели есть и цветы пластиковые но цветы обратите внимание сделаны там из металла провода и они металлом заведены вот в этот пластик чтобы сорока не могла его говорится выбить на качели также сделаны двумя цветами зеленым и серым видите бечевка ну вот я вот так пускаю и птица развлекается игрушка еще так также она сделана как качель что она сама на не может качаться но сорока не попугай что-то я пока не видел чтобы она качалась теперь повешено вот такие хорошие красивые вот штуки до которые карлу нравится это такие игрушки на проволоке это проволока вот она игрушка вот карли будет играться также здесь еще вот повешены 2 2 еще одни вот такие вот блестящие штуки которые дуся и карл любят играть они такими их любят ими играться когда они но не просто ими играются хватают клювами вот да это для них игрушка вот можно его подвигать он увидите он начинает иммиграться то есть у него с чем заняться вот он развлекается многие пользователи интернета постоянно просит от своих подписчиков дайте денег на игрушки для там вот пацан у него ворон он постоянно просит чтобы ему игрушки присылали для ворона или деньги чтобы он их покупал они нужны вот вешайте обычные елочные игрушки ему очень ему очень нравится он не играет ну вот и большой шар вот висит тоже на бечевке также вставлены растения которые птица будет пытаться выдернуть вот пластиковые если их ставить просто так они их выдернуть я их не только вставил а еще дополнительно с той стороны завязал узлами специальной веревкой вот карл пришел сюда карл к нам пришел да то есть сегодня первый день вот такая комфортабельная клетка с определенным видом развлечений то есть вот так получилась такая вот хорошая клетка вот карл пытается заскочить на покачаться на этой самой на качалке вот видите ему там нравится он бегает ему там интересно он там будет кушать будет нычки свои прятать туда да карл вот он на кормушку прыгнул вот он на эту качель прыгнул ну вот да вот он ему нравится играть ему есть чем заняться потолкать шары подергать все эти пластмассовые зеленые красивые растения попрыгать то есть птицы есть чем заняться он интеллектуал сороки интеллектуалы также этот камень ему нравится видите я когда показываю сюда он на него прыгает карл смотрите какой камень вот он сейчас на него прыгнет карл ты тут прыгай сюда карл вот я его привлекаю на камень вот он подошел видите вот этот камень еще для чего повешен когда я модернизировал клетку сделал и как вы видите в два раза больше чем она на самом деле было ее поменялся центр тяжести и когда я вот эта часть вынимается здесь чистится то остается вот эта часть клетки без нее то она весом своим назад уходила здесь вода бассейн компенсировал но когда сорока купается в нем она расплескивает воду она разлетается и вода уменьшается и клетка может назад перевернуться поэтому как противовес я сделал вот здесь вот эти камни гранитные прицепил причем видите завязала и бечевкой ну вот и второй гранитный камень и сюда удобно класть еду потому что или дусь есть или карту давать давать эту еду карл шо там ты шо там ты бегаешь увидел увидел там но он еще впервые в этой клетке он волнуется сейчас он успокоится да карл столько развлечений что ты просто удивлен удивлен как ну привыкнет то вот этот камень идет как противовес то есть она не дает клетки перевернуться туда одновременно когда дусью карла кормишь карл нормально воспринимает когда его кормишь а дуся может щипать очень больно в палец бить если не довольна едой допустим если даешь ей мясо она берет у вас или сыр и говорит спасибо а если даешь хлеб или допустим макароны то она может вас очень сильно бить палец клювом показывая что вот карл видите он прыгает ему нравится как бы есть теперь где прыгать как бы есть где бегать то она вас очень больно бьет палец зебает как я называю поэтому я специально вот сюда кладу еду и дуся не успевает меня в палец укусить а еду ест да карл вот он и вот этот камень для этого обратите внимание камни сделаны как столы вот здесь вот как стол вот кстати тут лежит сейчас кусочек вишни вот карл должен прийти ее подобрать карл бери вишню бери вот это вишенку нашел да кушай карл кушай вот он нашел вишенку сейчас пойдет покушает видите в клетка теперь стала двухкомнатная как квартира-студия то есть у него есть день где покупаться есть где погулять есть где на чем покачаться есть папа тиранить вот эти всевозможные шарики вот есть где попрятать и раньше не было нычки где прятать сорока любит делать нычки вот здесь особо нычки не поделаешь теперь она может нычки под камни прятать и вот туда в щели второй комнаты и за вот те растения прятать нычки теперь у нее все для сороки сделано как надо холодильник вот передвинут на центр одновременно здесь предмет интерьера вот деревянная подставочка такая вот попала планочка бамбуковая вот она как бы держит все эти устройства дополнительно придает им большей устойчивости вот карлу это нравится видите вот эта штука особенно ему нравится когда ее так дергаешь вот она начинает с ней играть он ее толкает да вот так вот клюв почистил видите вот эту штуку я специально обработал обтянул специальной проволокой ну карл не имеет дурацкой привычки клевать в руки а дуся имеет карлан культурный он не клюет меня в руки как хозяина он интеллигентный короче сорока самец вот он видите ему нравится эта штука дергается ему кстати это карл сам выбрал вот этот красную светодиодную полоску он не играл поэтому я ее повесил как качелью ему вот и мы вот эту вот эту доску одну не доску это это от обоев был такой рулон на который она наматалась он полы внутри он деревянный поехали деревянный он из бумаги плотной я вначале обклеил скотчем по кругу вот видите карл нравится он прыгает и туда и сюда здесь как бы природно он прыгает на большой камень ногтя когтями чувствует может и когти поточить от него и клюв поточить может об этот камень сороки точат клюв и когти вот он прыгает видите сейчас сюда прыгнет карлыша иди сюда карлышечка хороший парень вот он видите хоть и молодой ему месяца еще полтора месяца по моему уже подкормленным у нас на тройном питании его брат и сестра летают по улице я их видел родители их кормят но все равно они худее и меньше карла то есть домашнее питание намного лучше и второй камень они тоже могут видите он сделан как так стол вот он может здесь и поточить клюв об него и поточить когти сорока точит когти она обжимает камень и вот так вот сжимает но когти я не точатся вот карл видите может клювом поиграться с камнем с веревкой поиграться ему это нравится специально поставлены разноцветные веревки вот одна веревка зеленого цвета вот другая коричневого вот ему нравится карлушка тебе нравится да когда камни такие живые на одновременно они играют роль противовеса чтобы клетка сохраняла свой противовес видите теперь сороки сидят по очереди в клетке то есть на ночь карл остается а дуся пока нет второй клетки находится в ванной а потом карл гуляет полдня по залу а дуся в клетке потом другую половину дня дуся гуляет она сейчас зале гуляет а карл в клетке сидит ночует карл здесь потому что он очень культурный птенец он ночь утром меня не будет да карл он сидит ждет пока я проснусь и только вежливо каждые полчаса говорит курлю 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 типа ты спишь или не спишь ты спишь или не спишь да вот он поэтому карла и оставляю ночевать здесь у карла кстати усы стали расти обратите внимание как он тебе телефон нравится вот у него усы видите возле его у него возле клюва вот усы начали внизу растекал карлу нравится телефон мобильный да он чехол кожаный карлуша карлуша хороший парень карлуша 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 видите он культурный он не кусается он просто если ему что-то не нравится он может повручать да карл вот так вот так вот так я его глажу карл хороший карл хороший вот-вот а он урчит этого не очень доволен но он терпит да карл вы пробуйте так дуся погладить дуся вас искусает до полусмерти за такие за такое хамство да карл карлушка хороший парень карлуша молодец карлуша хороший карлуша хороший парень видите птица нормально позволяет себя гладить контактирует нормально дуся на такой неспособности дуся на чуть-чуть другая сорока чем карл какой-то подвид вот карлу понравились у те яйца висящее белый видите он им играется ну вот он сейчас будет ими играться час играться 2 он будет их пытаться раздавить переместить замотать закрутить вот то есть ему я чем заняться вот он одно закрутил вверх другую вверх потом займется вторым потом вот этим большим потом пойдет покачается на качели ну короче в развлечении достаточно так шо вот такой вот такая у нас хорошая клетка получилось сверху она вот так открывается видите можно специально эта клетка называется для кролика она продавалась магазине для котов для кроликов но для сороки маловато и поэтому видите я ее вот она у нас стоит на специальной подставке у нас вот специальная подставка есть телевизионная видите и она вращается а снизу она получилась вот она снизу пластиковая получилась поэтому видите клетка увеличилась два раза вот сейчас такой объем и самое главное у нее длинился объем и расширился и она теперь хвостом у нее не вредит хвост сорока свой красивый длинный хвост я хочу чтобы они были красивые длинные хвосты потому что у дуся и хвост чуть-чуть обломалась перья надо ждать пока перья поменяются да карлуша наша карлуша передаем привет всем карлуша карлуша сейчас мы с карлуша так любим разговаривать сейчас он подойдет я его люблю по клюву гладить а он со мной общается карлуша карлуша иди сюда мой хороший иди сюда вот он со мной общается он меня знает я его кормлю я его мама и папа доктору да я его и мама и папа одновременно карл хороший парень карлуша 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 хороший парень хороша я вот так поклюл вожу он мне отвечать я могу дать ему палец он его так нежно пощупывает видите карлуша карлуша а еще он любит садиться мне на плечо и ухо мне теребит а потом начинает волосы теребит до карлуша карлуша хороший нежный парень такой карлушечка карлушечка можно погладить вот он особо не не сопротивляется да карл вот бассейн может покупаться каратами щас воды дали вот здесь фиксаторы зажали по бокам вот здесь два фиксатора сейчас мы ее передвинем все всем спасибо подписывайтесь мне нужны подписчики вот стенку клетки видите мы подняли вверх она стала потолком вот получилась такая вот двойная клетка легкая вот этот вот тут материал это пластик турецкий он легкий двое прозрачный плотный карл с рукой его клювом не пробьет и он экологически чистый видите она по нему ходит не мажется ничего карлуша все карлуша всем передает спокойной ночи да сейчас моему воды дольем покупается и будет спать все видите сорока спокойно может тут бегать крылья конечно он тут не разомнет я их выпускаю раз в день на 5-6 часов полетать крылья она разминает в зале 5-6 кругов летает на отдыхает спит прыгает видите как бы карлуша карлушечка карлушечка боюсь его пальцем трогать потому что когда дусь утрогаешь она очень больно бьет в палец не знаю чего это у нее в дуся ну вот увидите сами дуся как фурия ведет себя а это хорошая птица спокойная сейчас мы его покормим спать будет да карл еще покушаем мясо колбасы покушаем котлеток все всем спасибо какая хорошая клетка у нас получилось объемная большая высокая удобная и одновременно легкая и разборная то есть вверх снимается а низ промывается водой и бассейн промывается водой вся чистка а вот там тряпкой было влажной провел и все вот и птица хорошо себя чувствует она сейчас может разворачиваться и хвостом не касаться боковых стенок все я специально так приподнял чтобы она хвостом не особо не касалась снизу то есть идеально это идеальная клетка для сороки всем спасибо